Произведем исследование рычага пневматического захвата на запас прочности. Перейдем во вкладку «Добавление» и убедимся, что добавление SolidWorks Simulation активировано. После чего перейдем во вкладку «Симуляции» и создадим новое исследование. Назовем его «Запас прочности». Подтвердим первым шагом. При проведении данного анализа необходимо удостовериться, что характеристики материала прописаны предел текучести. В данной библиотеке предел текучести не прописан, его можно задать вручную. Пользуясь справочником, выберем для примера из списка литейную сталь с заданной характеристикой предела текучести. Пределы применим ее. Следующим пунктом необходимо добавить крепление для одиночной детали и соединений, если анализ проходит в сборке. Нажмем правой кнопкой мыши на вкладку «Крепление» и выберем зафиксированный шарнир. Так как данная деталь располагается на неподвижной оси, подтвердим выбор и добавим фиксированную геометрию в месте крепления тяги рычага через ось. Зададим внешние нагрузки, силы, действующие на грани либо плоскости детали. К примеру, 500 ньютон. Также реверсируем направление и зададим противоположно направленную силу в месте крепления тяги. Подтвердим операцию. Следующим шагом является создание сетки для анализа. Выберем в дереве построения пункт «Сетка», нажмем правой кнопкой мыши и выберем «Создать сетку». Качество сетки можно задать вручную. Либо оставить автоматическое. Чем более высокая плотность сетки, тем более точные характеристики детали покажет анализ. Оставим все как есть по умолчанию и снова нажмем «Ок». В появившемся окне виден процесс создания сетки. После того, как он завершен, модель преобразится. Поверх нее образуется сетка с элементами заданного размера, который впоследствии будет использоваться для анализа. Для того, чтобы получить результат исследования, нажмем на кнопку «Запустить это исследование». По умолчанию в папке результатов нет такого исследования, как запас прочности. Нажмем правой кнопкой мыши и выберем пункт «Определить эпюру запаса прочности». Также для примера все оставим автоматически и нажмем «Ок». Как видно из результатов, минимальный коэффициент запаса прочности равен 6,4. Дважды нажмем на столбец с градацией результатов. Зададим вручную максимальное и минимальное значение. Пусть минимальное значение будет 7, а максимальное, к примеру, 40. Подтвердим операцию. Теперь эпюра стала более наглядной. На ней ярче выражена неоднородность распределения запасов прочности. Кроме того, для таких эпюр, как перемещение и деформация, доступен анимированный результат, который также можно сохранить в формате видеофайла в указанную директорию. Создадим отчет. Для этого нажмем на кнопку «Отчет» и выберем компоненты, необходимые для включения в отчет. Для примера также оставим все разделы, включенными. Отчет публикуется в папке с деталью, после чего нажмем кнопку «Опубликовать». Обратите внимание, для генерации отчетов необходим установленный пакет Microsoft Office. Сгенерированный отчет имеет данный внешний вид, где указаны все действия, производимые с деталью и все результаты исследований. Данные отчеты необходимо формировать непосредственно под требования данного исследования. Этот отчет сформирован исключительно как пример. Также все результаты исследований при сохранении детали будут автоматически сохраняться в папке, в которой сама модель была расположена и также будут доступны для импортирования в любой необходимый момент.